привет друзья меня зовут лошкарев андрей это проект все по умонастройки на нашем канале и наверное впервые на ютюбе мы запускаем подробный очень интересный сериал строим дом по технологии моя компания будет строить этот дом я вам покажу подробностях в деталях как это все выглядит как строятся дома по этой технологии и так чего все началось ко мне обратился клиент задачей построить дом иногда клиенты иногда люди знают из чего хотят и говорят андрей мы хотим вот именно по этой технологии а иногда не знают в общем ничего конкретного мне в ответ не ответили я предложил а давайте построим дом по технологии фахверк но это ведь дорого нет это стоит абсолютно столько же сколько и дома по другим технологиям в общем было принято решение строить дом по технологии фахверк красивый эффектные стеклянные с большим количеством остекления дом чтобы нам построить дом нам нужен архитект нам нужен проектировщик конструктор и нам нужен нужно купить материалы или если мы делаем дом из домокомплекта нам нужен производитель этого дома комплекта так как эти дома большая редкость архитекторов найти крайне сложно их очень мало кто проектирует такие дома конструкторы проектировщики их вообще по пальцем пересчитать почему потому что во первых если мы заказываем домокомплект проектирование конструктива происходит под то оборудование которое есть на заводе соответственно проектировщик по сути должен либо работать на этом заводе либо он должен как-то с ним сотрудничать и знать специфику этого завода этого производителя где вы хотите заказывать домокомплект проектировщиков которые сами по себе по этой технологии их вот либо по пальцам пересчитать либо вообще нет интересный момент вот у нас на нашем объекте брус размером 250 миллиметров для того чтобы он выполнял несущую способность то есть был надежный его достаточно в половину почему мы использовали 25 сантиметров они 15 здесь вопрос чисто в красоте если сделать дом этого размера из тонкого бруса то получится очень некрасиво получится такой дом из спичек соответственно толщина бруса размер бруса выбирается исключительно из эстетических соображений из соображений красоты поэтому на домокомплекте для фаферка можно сэкономить заказать тоненький брус и вы сэкономите наверное раза в четыре почему в четыре потому что у нас в два раза меньше с этой стороны и с этой в общем количество кубических метров в балке будет в четыре раза меньше поэтому домокомплект может обойтись в миллион или в четыре при этом они будут одинаково надежны но совершенно разные с точки зрения красоты внешне заводами производителями домокомплекта следующая ситуация я пока что не нашел завода производителя который бы может сказать был бы универсальный и мог бы сделать любой узел любой элемент который применяется фахверки как правило заводы специализируются кто-то делает клееный брус только вот такой толщины кто-то работает с клеенным брусом только вот такой толщины у кого-то оборудование позволяет делать только горизонтальные там вертикальные пропилы какое-то производство делает и диагональные то есть такие вот наискосок пропилы какие-то заводы могут сверлить под крепеж отверстия какие-то заводы нет и получается что когда вы с архитектором придумали интересный проект который вам идеально подходит и вы начинаете искать а кто этот проект реализует здесь начинаются небольшие сложности вы понимаете что такой проект нужно реализовать с помощью нескольких производителей соответственно а как делать проект дома с точки зрения конструктива платить каждому производителю за проектирование его части конструктива в общем вот с этим всем я столкнулся и хотел бы об этих всех моментах об архитекторах о проектировании о производителях о домокомплектах о самом материале рассказать подробно и так сказать с вариациями потому что мы все-таки выбрали какой-то один вариант но их существует на рынке очень много и сказать что существует один единственный идеальный вариант нельзя потому что у каждого варианта есть свои плюсы свои минусы то есть свои какие-то возможности которые наилучшим образом нам подходит для реализации нашей архитектурной задумки поэтому тот вариант который мы выбрали я расскажу с точки зрения нашей стройки но и в течение сериала я постараюсь вам рассказать и о тех вариантах которые в россии существуют и по производителям и по архитектуре и вообще по этой технологий и так нашем сериале вы увидите архитектурное проектирование конструкционное проектирование домов по технологии фактор все этапы строительства земляные работы фундамент возведение каркас производство каркаса установку окон наружную отделку покраску монтаж глухих элементов стен монтаж кровли инженерные сети дома внутренняя отделка возможно мы дойдем до этапа ландшафтного дизайна и покажем как будет отделываться участок в общем я надеюсь что на этом объекте мы покажем строительство дома по технологии фахверк под ключ но для тех кто подписался и нажал колокольчик чтобы не пропустить уведомление о выходе следующей серии вы увидите архитектурное проектирование домов по технологии фахверк ну а на сегодня друзья это все увидимся с вами в следующей серии будьте умны назло всем бракоделам с вами был проект все по уму настройки я лошкарев андрей пока друзья в следующей серии